Если говорить о датах, то Ешоа должен был быть распят, и он был распят 14 числа месяца Авив. Почему? Потому что именно в этот день, в соответствии с древней заповедью, приносился в жертву пасхальный агнус. Что я хочу сказать. Если Ешоа был распят в любой другой день, то это безусловно жертва, но не Пасха. Для того, чтобы жертва стала пасхальной, она должна была быть принесена именно 14-го Несана. Поэтому, когда Павел Шауль говорит о Ешоа в 1-м послании Коринфянам 5-й главе 7-м стихом «Христос, Пасха наша, заклад за нас», он делает конкретную отсылку к тем событиям, которые происходили при выходе из Египта и к празднованию праздника Песах. То есть к 14-му числу месяца Авив. И в дальнейшем этот месяц у еврейского народа стал называться Нисан. Мы будем использовать это же название, просто потому что, когда Ешоа был на земле, именно так этот месяц и назывался. Однако здесь возникает вопрос, если Ешо 14-го числа месяца Нисан был распят, то как же он ел со своими учениками Пасху до того, как собственно Пасха наступила? Ответ на этот вопрос приходит к нам с пониманием того, что из себя представлял ли древние традиции еврейского народа. Дело в том, что в отличие от сегодняшнего времени, когда в нашей жизни преимущественно существует академическая форма обучения, когда учитель или профессор или раввин приходит в класс перед какой-то аудиторией и рассказывает какие-то правильные вещи, в древности все не ограничивалось только передачей информации. В древности ученики жили вместе со своим учителем, вместе со своим раввином в еврейском народе и учились не только слушая его, но и поступая так же, как поступал их учитель. Интересно, что именно поэтому Шауль пишет в своем послании «Подражайте мне, как я Христу». То есть он обращает внимание на то, что он в своем поведении подражает Машеиху и научиться можно, подражая ему. Итак, древняя традиция говорит о том, что раввины в канун празднования Праздника Пасхи собирали учеников для того, чтобы совершить с ними трапезу. Она во всем была подобной тому самому Седору Песах, той самой трапезе, которую нужно было совершать на Песах, за исключением того, что там не присутствовал пасхальный агнец, который, собственно, еще не был принесен в жертву. И Ишуа то же самое сделал со своими учениками. Он совершил с ними эту трапезу. Затем они должны были, как это и было предписано заповедью, так как это было предписано законом, должны были пойти в свои дома для того, чтобы уже совершить в семье ту самую Пасху, которая была заповедана Господом на страницах Священного Писания. Что, собственно говоря, Ишуа и сделал. Это и объясняет, почему эта трапеза, которую, кстати, в некоторых местах называют последней трапезой Господа, а никак не пасхальной трапезой. Это объясняет, почему трапеза была совершена до Пасхи. Итак, 14 числа месяца Ниссан Ишуа должен был быть и был распят. Какой же это был день недели? На страницах Священного Писания в Евангелии от Иоанна, говоря об этих событиях, фигурирует слово «пятница». Однако, если мы откроем греческий текст, то мы не увидим там этого слова. Каким образом оно появилось и почему, я не знаю. Надо спросить тех людей, которые это добавили, но слова «пятница» там не существует. Тогда какой же это был день недели? Скорее всего, это была среда. И мы увидим в дальнейшем, как это получается. Итак, 14-го Ниссана в среду Иисус был распят. Как мы знаем, еще до наступления следующего дня он был положен в огроб. И таким образом начинается отчет наших трех дней и три ночи. Ночь первая, день первый. Наступает 15-е Ниссана. 15-е Ниссана – это, собственно, день, в который естся пасхальная трапеза. Собственно, день Песоха. Ибо, несмотря на то, что слово «песох» в еврейском языке применяется по отношению ко всем семи дням, более точно говорить о Песохе об одном дне 15-е Ниссана. И дальше следует так называемый праздник опресноков Хакаматсот, в который тоже есть особые предписания. И хотя это тоже называют Песохом, по сути, Песох – это только один день. И этот день, в соответствии с заповедью Божией, является шабатом. В корреляции с днями недели в тот год это был четверг, несмотря на то, что он называется субботой. Дальше следует 16-е Ниссана. Этот день в тот год за пятницей. Косвенно, собственно говоря, само Евангелие подтверждает правильность этой идеи. Почему? Если мы с вами читаем Евангелие от Марка, то мы видим такой интересный момент. В 16-й главе 1-м стихе Марк говорит о покупках, которые были сделаны после субботы. Тогда, как если мы будем с вами читать Евангелие от Луки, в 23-й главе 56-м стихом написано, что некие приготовления были сделаны до субботы. Кто из апостолов заблуждается? Никто. Просто мы должны понимать, что один из них говорит о субботе как последнем дне недели, седьмом дне недели, а другой говорит о субботе как о празднике в соответствии с заповедью Господней. И наличие между этими днями дня, в который можно делать какие-то дела, говорит о том, что это, скорее всего, была пятница и было утро, и был вечер, день третий. Собственно говоря, так мы пришли с вами к субботе, который является седьмым днем недели или шабатом. И в тот год это было 17-е Ниссан. Три дня и три ночи. Ровно так, как сказал Машех. 18-го Ниссана, в первый день недели, в русском языке этот день называется воскресенье, мы с вами читаем о том, что очень-очень рано женщины шли, еще было темно, ко гробу. И когда они пришли, увидели картину, которая им сказала о том, что Господь наш и Спаситель воскрес. 18-е Ниссана, это тоже очень особенный день в еврейском календаре. Именно с этого дня начинается в соответствии с заповедью отчет Снапа, то есть отчет до празднования праздника Шавуот. Этот день на еврейском языке называется Рашид. Что это значит? Можно перевести как начаток, можно перевести как первенец. Я думаю, каждый читающий Новый Завет узнает здесь термины, которые по отношению к Ешуа использует апостол Шауль в послании к римлянам, в послании к коринфянам, колосянам. Он называет его этими терминами. Интересен еще один момент. Если мы с вами вернемся в еврейскую историю, в периоду выхода из Египта. Есть такой очень интересный текст, на который нам стоит обратить внимание. Книга Исход, 5 глава, я прочитаю 1 и 3 стих. Книга Исход, 5 глава, 1 и 3 стихи. После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали, Так говорит Господь Бог Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне. И они сказали, Бог евреев призвал нас отпусти нас в пустыню на три дня пути, принести жертву Господу Богу нашему, чтобы он не поразил нас язвы или мечом. Здесь Аарон и Моисей, разговаривая с фараоном, упоминают праздник, который они должны, обязаны отпраздновать. И наверняка отпраздновали. Теперь, если речь идет о том, что еврейский народ вышел из Египта 15-го Несана, и три дня он шел по пустыне, на три дня пути, как мы с вами прочитали, то этот праздник должен был быть совершен именно 18-го Несана. О каком празднике идет речь? Если мы спросим раввинов, они вряд ли на этот вопрос ответят. Однако, с позиции Нового Совета, глядя на эти события, мы понимаем, что таким образом еврейский народ пророчески праздновал грядущее воскресенье Ишуа, которое и совершилось 18-го Несана. И здесь снова перед нами вставали те самые три дня, которые еврейский народ должен был идти по пустыне. Итак, я надеюсь, что мне сегодня удалось ответить на поставленные вопросы. Я надеюсь, что мои ответы окажутся для вас достаточно удовлетворительными. Еще раз поздравляю с праздником Пасхи, Песах Кашер в Асамеях, и напоминаю, что Христос воскрес так, как о Нем и было предсказано. И это воистину. Аминь.